Функциональная блефаропластика это операция, которая проводится на верхних веках по медицинским показаниям. Цель функциональной блефаропластики коррекция избыточной кожи и жировых пакетов верхних век, если это сужает поле зрения и влияет на остроту зрения. В результате пациент получает полноценное поле зрения, открытый взгляд, уходит на висающая складка верхнего века. Область век сложна по строению, тесно связана с органом зрения. Важно учитывать зрительные функции пациента. Если у пациента есть сопутствующая патология, такая как катаракта, глаукома, нарушение рефракции, астигматизм, близорукость, проблемы с сетчаткой, необходимо довериться офтальмохирургу для снижения рисков осложнений в послеоперационном периоде. Многолетний опыт в диагностике и лечении глазных заболеваний позволяет нам учитывать особенности зрительной системы и заботиться о здоровье зрения наших пациентов. Мы проводим комплексное диагностическое обследование наших пациентов перед операцией, что позволяет нам снизить риски осложнения и спрогнозировать хороший результат. Функциональная блефаропластика по медицинским показаниям проводится пациентам для улучшения остроты зрения и расширения поля зрения. Прямые показания для блефаропластики являются врожденный приобретенный ПТОС, нависание кожи и жировых пакет верхних век, рубцовая деформация век после травм, завороты-вывороты, осложнения после предыдущих проведенных пластических операций. Если у пациентов имеется заболевание глаз, лучше блефаропластику делать в офтальмологической клинике. Да, важно сказать, что пациентам, имеющим хронические заболевания, лучше проводить операцию в стабильном состоянии. Операцию лучше отложить в случае обострения хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкология под терапией, острые инфекционные болезни, глоукома, катаракта, проблемы с эндокринологией щитовидной железы, синдром сухого глаза, а также отложить в период беременности и лактации у женщин. Блефаропластика по медицинским показаниям проводится взрослым пациентам с 18 лет. Каждый случай индивидуален, и решения об операции принимаются после полного обследования зрительной системы. Мы проводим операции на веков с применением радиоволновой хирургии. Это современный щадящий подход с использованием немецкого оборудования. Радиоскальпель позволяет делать холодный разрез совместно с коагуляцией сосудов. Благодаря этому вмешательство происходит практически бескровно и бесшовно, что снижает риск подкожных кровоизлияний и послеоперационных осложнений. Радиоволновая технология обеспечивает высокую точность результата и сокращает период реабилитации. Действие радиоскальпеля основано на том, что хирургический электрод проводит высокочастотные импульсы в мегагерцевом диапазоне. Ткани в области воздействия не травмируются, их структуры сохраняются. В процессе вмешательства сосуды запаиваются, и поэтому операция происходит практически бескровно. Деликатный и щадящий метод радиоволновой хирургии обеспечивает высокую точность и эффективность операции на веках. Если нет противопоказаний для блефаропластики, назначаются ряд лабораторных исследований и электрокардиограмма. Также есть ряд мер, которые нужно соблюдать. Отказ от алкоголя и курения за две недели до операции, прекращение приема препаратов, которые влияют на свертываемость крови, не посещать солярий и избегать солнечных прямых лучей. Женщинам в день операции нужно отказаться от использования косметики. Блефаропластика проводится в режиме одного дня. Сама операция проводится под анестезией 30-45 минут на каждый глаз. С применением радиоволнового скальпеля делаются практически бескровные разрезы, которые располагаются в кожных складках верхних век. Благодаря этому по окончанию восстановительного периода послеоперационные рубцы будут незаметны. День операции в клинике необходимо будет провести 3-4 часа. После операции пациента осматривает врач и назначает график посещения. Реабилитация после блефаропластики зависит от индивидуальных особенностей здоровья пациента. Восстановительный период может занять от одной недели до месяца. Блефаропластика является основанием для выдачи больничного листа, поскольку проводится по медицинским показаниям. Но периода, на который выдается больничный, может не хватить, чтобы на лице не осталось следов операции. Нужно это учитывать, планируя блефаропластику. Реабилитация у каждого пациента происходит по-разному в зависимости от объема вмешательства возраста, образа жизни и особенности организма.